Самые главные изменения основного закона направлены на значительное укрепление Института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочия. Как я не раз говорил, ВНС – это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов. Ну, наверное, последнее событие всех вас убедили, не только вас, но и белорусские народы, особо не верующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они, ну, делают, как делают. Вы это видели. У нас Всебелорусское народное собрание появилось давно и сыграло свою великую роль. Особенно первое Всебелорусское народное собрание. Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю как президент, который инициировал это собрание. Мы провели шесть Всебелорусских народных собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает. При этом Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности, сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу, что все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойней вокруг нас не стало. У каждого собственные интересы. Беларусь на перекрестке всех дорог. Спокойной жизни здесь никогда не было и не будет. Даже если мы будем бегать, на коленях стоять за теми или иными странами и государствами, спокойно не будет, потому что через нас проходит главная дорога. Вот они пройдут через нас туда и обратно, и нас нет. Как это было во все времена и в 812 году, что Наполеон шел Беларусь завоевывать. Да нет. Первая мировая война. Ну, при чем тут Беларусь, казалось бы? Уничтожили полностью территорию, страну. Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Что от нас осталось? Ближе мы уже знаем и понимаем. Поэтому, ну, Господь нас поселил на этом клочке земли. И никуда не денешься. Нужно обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этих десятков миллионов человек и пару миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень многое будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу роль и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно мы создали свое независимое и суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века. Но ладно, мы, часто об этом говорю, для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Убедить людей, надо каждого убедить, что сегодня не личное главное, а главное в целом для нашего общества сохранить нашу государственность.